Один из самых популярных роликов на видеохостинге. Вместе с сезоном ношения георгиевских ленточек начинается сезон яростных споров. Как это делать правильно? Кокошники из лент, поводки для собак, шнурки. Далеко не самое уважительное отношение к символу Победы. Мы решили проверить, обращать ли астраханца внимание на то, кто и как носит ленту. Волонтер Победы Александра вызвалась помочь. Сегодня она немного отступит от принципов. Конечно, крепить ленту на ботинке не станет. Используют в качестве заколки для волос. Саше предстоит прогуляться по самым людным местам. Первая точка – Астраханский Кремль. После 20-минутной прогулки становится ясно. Здесь внимания на необычные украшения не обращают. Ни одного любопытного взгляда. Государственной символике относятся только герб, флаг и гимн. За надругательство над ними может грозить до года тюрьмы. Однако закон георгийскую ленту не защищает. Продажа поделок из нее не запрещена. К примеру, Мария делает броши. Ленты складывает, подклеивает и украшает бусинами. В прошлом году первый раз попробовала делать их из георгиевских лент. Работа неожиданно стала пользоваться успехом. Предлагала сначала я с работы начинала девочкам. Они уже предлагали там своим соседям, друзьям, знакомым. Я приношу людям наоборот радость, счастье. Все довольны. Целую линейку продукции выпустила и полиграфическая компания. Наклейки, магниты, значки и открытки. Над них красуются лозунги, на других танки и ордена. За отдельную плату можно распечатать даже портрет прадеда в стилистике бессмертного полка для автомобиля. Да, они зарабатывают на праздники. И ничего предусудительного в этом не видят. Часть вырученных средств будет перечислена в детские дома. Любой материал стоит денег. Чтобы это изготовить, нужно, соответственно, купить материал, купить оборудование, заплатить зарплату сотрудникам. Раздавать бесплатно, да, мы не меценаты. Плюс еще благотворительность. Саму Георгиевскую ленту продавать нельзя по кодексу акции. Однако правила носят рекомендательный характер. И владельцы магазинов этим пользуются. Продажа ленточек уже никого не удивляет. Как выяснился, заколка символикой тоже. В братском саду нас ждала неудача. Даже когда Александра подсела на лавочку к отдыхающим и стала заплетать ленту волосы. Такое обращение с символом никто не посчитал странным. Обратили внимание, к вам девушка подсела, ленточку Георгиевскую заплетала волосы. Вам не показалось это странным? Не показалось. Она что-то завязала эту ленточку, посидела и что-то ушла. Итог эксперимента больше часа и ни одного замечания или даже неодобрительного взгляда. Возможно, если бы ленту использовали как поводок, реакция была бы другой. Мы не стали этого делать по этическим соображениям. Радует одно, как правильно носить ленту. Астраханцы все же знают. Вы где носите ленточку Георгиевскую? Вот здесь вот. Наталья Фомина, Сергей Горяний, Центр новостей.